На парламентских выборах в Азербайджане по предварительным подсчетам победила правящая партия Новый Азербайджан, президента страны Ильхама Алиева. Представители политической силы получили 70 мест из 125. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия. Выборы состоялись накануне. За места в парламенте боролись кандидаты из 15 партий. Наблюдатели отметили, что явка избирателей была значительно выше, чем на прошлых выборах. За ходом голосования и подсчетом голосов следит Александр Батухов. На этой пресс-конференции в штабе партии власти Новый Азербайджан не было свободных мест. Несмотря на то, что ЦИМ страны пока озвучены предварительные данные, они говорят лишь об одном. В новом парламенте у профрезидентской партии большинство – 70 из 125 мест, полученные, как здесь отметили, в конкурентной борьбе, которая, как показывают цифры, у избирателя явно был повышенный интерес. Пять лет назад была явка где-то около 50%, а сейчас 55%. Я так думаю, что это значительный прогресс в плане повышения интересов жителей Азербайджана. Оставшиеся места поделят между собой независимые кандидаты и выдвиженцы от оппозиционных партий. В выборах принимали участие 22 политические силы. У многих из них в парламенте будет по одному представителю. Получить место в парламент – это успех нашей демократии, потому что наши предложения, наша платформа будет учитывать со стороны правительства. Чтобы на этих выборах избежать нарушений и фальсификации, Центр избирком страны предпринял ряд мер. Отметка специальным спреем – одна из них. После ее нанесения проголосовать повторно уже не получится, как и смыть ее в течение суток. Эту процедуру прошли все избиратели, в том числе и президент Ильхам Алиев и его семья, когда голосовали в одной из бакинских школ. На этих выборах за ходом голосования и подведением итогов могли следить не только наблюдатели, но и сами избиратели на сайте Центра избиркома страны, где велась онлайн-трансляция при помощи вот таких вот видеокамер, которые были установлены на каждом пятом избирательном участке. Только собственных наблюдателей на этих выборах в Азербайджане работало свыше 60 тысяч человек и еще 500 зарубежных. Сколько уже голосовало? Проголосовало более 700 человек. Это около 50%. Где-то больше 60%. Наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы целый день провели на участках. Определенные нарушения, объясняет испанец Педро Агромунт, конечно были, но весьма незначительные. На этом избирательном участке за весь день голосования не было никаких проблем вообще. Все проходило открыто и чисто. Из других избирательных участков никаких сообщений не поступало. С такой оценкой согласны и в российской делегации. Миссию от нашего Центра избиркома возглавил лично Владимир Чуров, который в день голосования инспектировал сельские избирательные участки. Это были честные, прозрачные, демократичные выборы, проведенные в полном соответствии с законодательством азербайджанского государства. По закону для оглашения официальных результатов голосования у Центра избиркома страны есть 20 дней. Впрочем, если от кандидатов не поступит серьезных жалоб о нарушениях, цифры объявят значительно раньше. И весьма вероятно, что уже первое заседание нового парламента состоится до конца ноября. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Павел Моисеев и Антон Чуковский. Первый канал. Баку. Азербайджан.